ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В 1931 году мои дедушка и бабушка переехали сюда из Омской губернии. Трое детей уже было, четвертый родился здесь. Я взялся семью собрать воедино, семейное древо, и попытался в Омский архив проникнуть, и удалось получить справку о рождении его деда Алексея Терентьевича, 1903 года рождения, и выкопировав в церковно-приходской книге о том, что он родился в семье православного вероисповедования, в семье Амузинский Терентьевича Анны Матвеевна, в сословии солдаты. Откуда пошла фамилия, неизвестно. Семь поколений нашей семьи, от Степана до наших внуков, семь поколений, мы вот знаем только то, что вот в этой книге находится теперь, не более пока. В связи с чем переехали сюда? Ваши предки в 1931 году, вы сказали. В поисках лучшей доли. В поисках лучшей доли, даже все ехали на север, очень много было семей, даже в Витиме, например, Казначеевы в 1937 году, тоже большим, как это, кагалом, что называется, как они проговорили. То есть всей семьей приехали, не только наши. Много ехали на север, потому что, наверное, было работы больше. И вот я сожалею, что мы в свое время не выясняли подробнее, и вот хоть хотя бы какую-то эту часть информации сохранить о стариках, чтобы наши внуки лет через 20-30, когда войдут в зрелый возраст, могли посмотреть, что не в берлоге сидели, что трудились, работали. Государством были отмечены и по трудовым, и по военным заслугам. Чем занимались они? Бабушка с дедушкой, когда приехали сюда, работали на Витимской пристани, была такая Витимская пристань большая, чтобы бодайбинские эти прииски обеспечивать грузом. Они там работали. Он на конюшне, а она на радиоцентре технической работала. То есть обыкновенная такая деревенская, крестьянская жизнь наравне со всеми. Ни богатая, ни бедная. Отец уже стал шофером. Мама, она с Самурской области. Они на Сахалине женились, когда отец служил в армии. Он ее привез тоже в Витим. Родилась одна дочь, вторая дочь. Потом я родился. Они всем нам троим дали нам высшее образование. Благодаря их поту, труду, вот я Витиму, где мы бегали по лужам, где они бегали по лужам, маленькими наши родители, вернуть благодарность за кровь, за еду, за друзей, за работу, за жизнь. На теплоходе едет много жителей в Жиганск, Кюсюр, Сангары, метеостанции, остров Столб и в сам порт Тикси. Отъезжающие на палубе, провожающие кучками на причальной стенке, завершающие перекрикивания, пожелания доброго пути, прощальные взмахи. Вот уже сброшены причальные концы. За кормой теплохода забурлили водовороты от работы винтов, и в тот же миг из динамиков судового радио над всей округой загремело прощание славянки. Теплоход медленно шел узким каналом порта. Провожающие оставались за поворотом. Набегающий ветер предвкушал томительное ожидание встречи с невиданным ранее крайним севером, дельтой Лены, тундрой. А звуки марша Василия Ивановича Агапкина словно усиливали эти волнущие чувства, будоражили кровь и томили грудь. Какая трогательная и в высшей степени талантливая композиция вышла из-под его пера. Редко какая мелодия может сравниться с такой более чем столетней историей неувидающего состояния. В нем и прощание с родными, и аккорды непокорности врагу, пожарище и пороховые облака былых сражений, горечь утрат, решимость победы и стремлений к ней. По сути, это и есть русская душа, облаченная форму призывного военного марша. Вы занимаетесь краеведением, да? Откуда пошло Топоним, Витим? Что это означало? Книга Топонимов, она просматривает, что там какая-то Витим, Баржина, Немани, по-моему, что-то такое. А персонально, что Витим это обозначает вот то-то и то-то, и исторически это подтверждено, но такого, к сожалению, нет. Витиме его начальное, родословное прошлое темное. Не в том плане, что дремучее, а в том плане, что неизвестное. Неизвестное. Дата рождения точно неизвестна. То, что сейчас существует, это выхвачено из контекста. Первая удобная и понравившаяся цифра. Например, в музее, здесь в стенах этого музея написано образование 639 год. 1939 год. А недавнешние события юбилейные, 400 лет уже отметили. То есть дата образования Витима, она еще скрыта историей. Первые первопроходцы, наверное, проезжали, может, останавливались. Ну, даже вот если исходить из того, что вот это самый Пенда или Пянда, тоже вот его фамилия точно никому неизвестна. Конкретного написания ее никто нигде не видел, исторического написания. Возвращаясь из Якутска в Верхоленск, они же по берегу реки шли пешком и тянули за собой эти самые лодки, на которых везли свой карп. Они в любом случае останавливались, проходили по этому берегу. Но они ничего не построили, потому что у них была слишком масштабная задача и стремительная. Они за одно лето из Чичуйска сплавились до Якутска и затем пешком вернулись в Верхоленск, почти в Иркутск. И сплыли в Енисейск. Это некогда было строить там что-либо. Потому что, например, устье Олегмы. Почему они ничего не построили? Устье Чаи, Тиринги прошли мимо. И тем более к этой мысли еще подводит тот факт, что, поднимаясь по Тунгусске, они две зимы там ночевали, потому что тунгусы оказывали ожесточенное сопротивление. Они первый год поднялись, по-моему, до Нижней Качомы, второй год чуть-чуть повыше, километра 100 буквально. И они там зимовали, строили постройки. И до сих пор эти места несут название Нижняя, Верхняя, Пендин и Зимовья. А в Витиме-то нет такого, Пендин и Зимовья. Он пришел одним из первых православных людей, которые уже оставили след в истории, то есть документально. Про них уже писали предыдущие исследователи 17-18 веков. Вот таким образом. Записали они, да? Да, Гмелин такой, Иоганн. Вот он как раз и описывает эти изустные рассказы, вот как раз там эти Пендин и Зимовья появляются впервые. И академик окладников Алексей Павлович, он впервые, и он максимально близко вот это все описал, те события тех лет. Профессор Якутского университета Казарян Павел Ливонович, он тоже где-то в этом направлении продвинулся, но с его уходом теперь, я боюсь, может быть утраченной информации. Потому что вот Казарян однозначно в своих книгах пишет «Прибытие Пенды на Лену» в 1626 году. Занимаясь сбором информации по этой истории, я нашел хронологию освоения нашего региона. И 16 декабря 1619 года Енисейский воевода, по-моему, Трубчанинов дает наказную грамоту поездки, ну подразумевается Лена. 16 декабря он, если даже выдал эту грамоту, и даже если они пошли сразу в 1920 году в поход с этими лодками своими по-тунгусски, то на четвертую весну они прибыли на Лену. В 1623 году. Это вот в самом таком, ну, так сказать, натянутом, убыстренном варианте. А в 1626, вероятнее, да, потому что сборы, это же 40 человек, сколько провизий, сколько скарба, сколько чего, это лодки эти приготовили. Многие думают, что они пешком дошли до Лены, построили лодки, поплыли дальше. Здравствуйте, из сырого леса как что можно построить? Это дредноводы будут, титаники сплошные. Они готовые тащили. И потом по этому пути образовался Чечуйский Волок, знаменитый, много лет работающий. Кстати, про него курьезный случай. Один из современных авторов наших, Витимских, пишет, что ширина Чечуйского Волока 27 верст. Чтобы протащить маленькую лодку, вырубили просеку шириной 27 километров. То есть человек не соотносит ширину, длину, протяженность, высоту и так далее. То есть очень много вот таких ошибок, которые даже порой как ком наслаивают. Вот, например, с датой образования Витима. Просто выхватили в энциклопедии Семенова, что Витим образован в 621 году. А то, что Семенов здесь не был, он просто это собирал, все. Я изучил список Семенова-Семенова в словаре, и там нет 621 даты. То есть она каким-то образом появилась, но откуда появилась, неизвестно. Потому что вот у меня есть один знакомый, он такой кардинальный человек. И вот в данном случае я бы его пример использовал, но в плане, что он всегда говорит, дай. Отправил сына учиться, тот бросил учебу, он ему говорит, Петя, дай. Дай диплом. Нету диплома. Вот так и здесь же, вот, например, сейчас достану паспорт из кармана. Вот я, Амазинский Михаил Павлович. Вот, дайте мне документ, где написано, что я, Петрушка Бекетов, в 1621 году основал Витимский острог. Государеву твоему указу, как по якутскому, вы же знаете, да? Здесь такого нет. Все это вот на эмпирических таких доводах, домыслах, хотениях. Хотениях, не без этого. Отбадайбос сколько? По реке Витим, 170 километров до Мамы, это центр с людяной промышленностью Советского Союза, и еще, по-моему, там 100 километров дальше Бадайбо. Бадайбо и все эти прииски по берегам Витима. Ну, это вот как раз все те пути, где наши предки пешком по берегам все эти осваивали территории. Потом уже, когда появился этот самый золотопромышленный район, уже началось пароходное движение. Вот Витим в этом плане серьезную. Почему-то все сравнивают Витим, это село Разбой. Что-то как грабежи, убийства. Да, это было. В свете со золотой лихорадки четыре парохода Витиме было построено. Первый был построен третьим на Лене. Те были построены в Верхоленске и в тех районах Рыкутской области. А наши шивы четыре непосредственно в нашем затоне виска, собранные витимскими кузнецами. Они просек урубили для строительства телеграфной линии. Почта работала, ремщики, школа начала работать, церковно-приходская. Когда советская власть установилась, сразу местные предприятия образовались большие, которые сами себя и всю округу обеспечивали конно-санной утварью, кирпичами, поделками, хомутами, сани. Одежду великолепную шили, обувь самостоятельная. Пытаюсь этот самый бренд «Угрюм река и село Разбой» свести с Витимом. В газете «Вечерний Ленинград» в 1931 или в 1937 году Шишкова спросили. Он ответил, что не хотел бы, чтобы роман был местечковым. «Угрюм река есть жизнь». Так и надо читать, он ответил. События Ленского расстрела, ну как от них уйдешь? Они на Витиме, они у Золотых Крийского, Дайбо. Село Разбой с этими кабаками и прочим, они реально существовали, потому что это не его вымысел, это и академик Обручев про это пишет, и путешественники, которые здесь проходили. Соседние села так это обвиняют, и Витим, село Разбой. Так и Витим первый удар принимал на себя. «Вы скажите спасибо, наоборот, что до вас они не докатились, эти разбойники. Они как-то здесь рассосались, кто в реку ушел, кто там все-таки вышел в люди. 467 человек на фронт ушло. Бандитов что ли? Нет. Мужиков Витима, которые ушли на фронт, и меньше половины вернулось. Например, эти вот стройки временного нечипровода. Первый, помните, когда в 97-м году строили. Тоже вот с энтузиазмом, с подъемом, не считаясь со временем, до самой зари вечерней. Так что Витиму есть и владица. А сколько сейчас населения Витима? Ну вот это одна из самых больных тем, потому что Витим сейчас находится в стадии демографического минуса. Потому что когда пришла экспедиция нефтяная в 80-м году, Витим стремительно вырос. Было почти 5400 человек. И уже там да все так кипело, что ждали, что вот сегодня-завтра Витим станет городом. Вот 90-е годы наступили, и мгновенно Витим рухнул. Сразу там экспедиция на 4000 с чем-то. Потом с приходом Сургутнефтегаза, когда он начал новое освоение Талакана, вновь осваивать Талакан, Витим из соседних деревень потянулись на работу и на жизнь люди, из соседних закрывающихся деревень. И численность приподнялась примерно до 4500. А вот уже 8 лет устойчивое понижение вниз, вниз, вниз. На сегодняшний день 3500 человек. Наглядный пример школа. В 2010 году, когда ее открыли, объединили две школы в одну, начала учебу 619 учеников. В прошлом году 504. За 10 лет школа сократилась на 100 учеников. Вот на моей памяти, за мою жизнь, 27 деревень, с которыми Витим так или иначе был связан в ближайшие округи, прекратило свое существование. Или наоборот, что Витим все-таки встряхнется и пойдет, сделает шаг вперед. Вот, например, соседний Талон в субботу, 3 сентября я там был, и вот в очередной раз увидел, что деревня воспряла. Такие красивые дома стали они строить. Так аккуратнейшим образом эти гаражи, хатоны, ну, как вот бритвочкой порезаны углы, ну, с иголочки строения. Люди брошенную землю начинают поднимать. А чем занимаются люди? Картошку сажают, да? Картошка – это такой генеральный профильный продукт, который во все времена и в любом виде на столе присутствует. Ну, и помимо этого, многие даже арбузы выращивают в теплицах с этими, с дыньками культивируют. Вишня растет. То есть трудятся люди, землю любят, обрабатывают. Транспортное сообщение, как вы ездите туда? В отличие от советского периода, нестабильно. Единственная стабильность в этом сообщении с райцентром, речным транспорт, теплоходом по лесу. Регулярно от ледохода до ледостава. А вот в зимний период начинаются проблемы. Либо это дожидаются зимника, либо там каким-то образом по трубе Восточной. Восточный Сибирь, Тихий океан, получают пропуск, если удается. Если раньше он в советское время летал по расписанию, было 4 рейса в день, только в районный центр. В соседний поселок Мама летали. Хамрай, Ярославский рейс выполнялся. Инял эталон, выполнялся рейс. Сейчас на 2 недели маленький 2-3-местный самолет прилетает. Нет стабильности, нет спроса. Полей сейчас стабильно ходит, у них спрос. Позитивно, что мы буквально в 2-часовой доступности от Новосибирска и других городов страны. Потому что аэропорт Толокан, что построил Сугутнефтегаз, на современных лайнерах Боинг и Аэрбасы, 2 часа в Иркутске, 2 часа в Новосибирске, и через 4 часа буквально в Сочи, например. А до Толокана? До Толокана аэропорт расположен в пределах Толоканского месторождения. И к месторождению у них дорога асфальтированная, хорошая, час с небольшим езды. Так что больших проблем не составляет Толокан и Иркутск. Прямой рейс. Час, час 40 летит. А они регулярные, да, эти рейсы? Да, они регулярные. Это помимо вахтовых. У них вахтовые отдельно. То есть у них самолет летит в Иркутск, а кто их офисит, и рейсовый пассажирский самолет. Они независимо друг от друга, то есть не пересекаются. А вы писательским делом с какого времени начали заниматься? Самая первая такая вот вышедшая в люди заметка была в 95-м году в Ленский Вестник, нашу районную газету, когда я побывал на Старательском участке, что у нас здесь непосредственно рядом с Витимом работал. Увидел, как люди бьются, как им трудно это все дается, как это все несовершенно, как тяжело, и вдохновил. Потому что я, работая геологом, на Алдане видел мощные артели Амур, Йенгра, где там все было отлажено, дороги, снабжения, тракторы могучие и прочее. И получилось вот, эти вроде работают стабильно, и эти бьются, и ничего не получается. И вот под впечатлением написал статью, и тогдашний глава района Ягнышев, Владимир Михайлович, в Ленский Вестник ее напечатали. Удалось выпустить печатный альманах про Витим. Например, ветераны войны в любом деревне были. Ветераны труда и награжденные за свои трудовые подвиги люди были. Но, к сожалению, так случилось, что их всех почти забыли. И вот когда я в прошлом году взялся за эту работу, что она закончилась такой вот книгой почета, в которую я собрал, удалось собрать 61 мужчину и женщины, что на нашем Витинской земле работали в лесопомхозе, в колхозе, и своими трудовыми мозолями получили государственные ордена, медали. Их не забудут. А как вы собираете у потомков, да, или как? Несколько лет это все накапливались материалы, так сами по себе фотографии, какая-то записка, там интересная история или что-то. То вот он орденоносец, он орденоносец. И когда уже пошло уже за десяток, на второй десяток эти орденоносцы, то я подумал, а как? Они есть, а мы их не знаем. Они строили не только Витим, лесопомхозцы, они же строили республику, потому что республика, торговала с Японией, наши плоты уходили в Тикси, там их расформировали, теплоходами в Японию везли. Это же был вклад в нашу советскую экономику. И экономика Советского Союза-то все увидели и отметили. Вот здесь 61 человек, на их груди более 100 орденов и медалей, не считая грамот и других почетных знаков. Вот одна женщина в Салдыкеле, правда, не в Витиме, начала работать. В 43-м году, во время войны, 13-летней девочкой вышла, была принята в лесорубочную бригаду лесорубом. 13-летняя тростиночка там, во что она была одета? Как она вот этим там лобзиком эти елки пилила? Лесорубом? Официально, трудовой книжки, запись. Колхозница, вот сейчас она еще жива, Калерия Сергеевна, мы с ней так иногда пересекаемся. Читаю, мол, типа, между твоей заметки в газете, плачу, а за речном лугу снег лежит, а мы коров дуем, сапоги резиновые дуем, руки как крюки. Орден, знак почета у нее на груди. И здесь она, в страницах, вместе со своими подругами. Суровые времена. И главное, чтобы она не сломалась, она же троих детей вырастила. И не сетовала на то, что ей там орден Ленина не дали. Она стала ветераном труда Советского Союза, так уже вот по выходу на пенсию. На первую страницу я умышленно поместил нашего земляка, он из Сунтар, Федоров Николай Спиридонович, могучий такой мужчина. Работал бригадиром бригады раскрыжовщиков с трудовой злостью. Дай нам работу, дай. Они даже перед лесовозом на колени падали, останавливались, чтобы он лес вывалил на их деляну, на их эстакаду, чтобы они свои кубы добавили, чтобы им значок, чтобы им вымпел победитель в соцсоревновании, чтобы у них работа была, бились. Женщин тогда в лесной промышленности немножко... нельзя было показывать женский труд. И мужики даже вот потом многие говорили, что лесорубу орден, а женщинам платочек на 8 марта. И вот сейчас одна из них в Жигалово живет, она, когда взяла эту книгу в руки, для нее это был... она была деморализована. Она неделю вот и читала, и плакала, и знакомые, и родственники вокруг нее вот все ходили, рассматривали, она не верила, что такое вообще может быть. Вы сказали, что 400... 467. Тоже, наверное, интересная история. Евдокимов Павел, отчество, не помню, танкист. Три танка сжег, пока отошел до победы. Их было почти, по-моему, 200 человек, вот в те 70-80-е годы. И как-то так все ушло. Сейчас на память только те, кто были с нами последние. Хоть их успели закрепить, а вот тот багаж, что был в те годы, я боюсь, что мы потеряли. В таком более полном состоянии мы его не восстановим. Ни из Дюпаша Евдокимова, ни других разведчиков. Разведчики были, что там ножами этих языков снимали. К сожалению, поздно мы как-то спохватились. Поздно. И про самолеты, что вот у нас падали вокруг Витима, тоже очень поздно спохватились. У нас же то, что в Витиме строили аэродром во время войны, и он заработал, как аэродром подскока для Алсиба, знают многие. Но то, что возле Витима, вот эти 50 километров от Витима, лежат две аэрокобры, так полузнают, полупутают многие. Но они поднялись с нашей земли, разбились. Это какие годы были? В 43-м году, в 44-м, он уже был официально принят, аэродром. В эксплуатации. А строили, наверняка, в 43-й, 44-й год. Это же серьезная работа, это же не сейчас там этими Камацу, Хитачи и прочие там по 10 кубов. Там это все тачками. Вот мой отец вот после этих работал, но все тачки буквально как... ну вот как двумя пальцами мог управлять этой тачкой. Это промежуточный, наверное, был авиапорт, откуда летали? Ну, они так и назывался, аэродром подскока. То есть были какие-то серьезные базовые, например, в Якутске, там, в Керенске. А Витим это вот для припогодных условиях, при запоздавших там самолетах, в таком плане. Из 8 тысяч, это что, перегнали по этой трассе, там, ну, какая-то часть все равно. В Витиме побывалось. Эти печки, эти все работали, печки ФОК, или как они назывались, то есть грели самолеты. Вообще, как эти техники разогревали, в те годы я не представляю, тоже. Действительно, люди были совсем другой закваски. Более жизненные, мужественные, серьезные. Мы как-то были избалованные, чуть рыхлые как-то. Даже вот, ой, мороз сильный, ой, мороз сильный. А сами в туфельках бегаем. Они за себе такого не могли позволить, эти летчики, вон так, в шубах. И на работах, то же самое, даже шофера в шубинках ездили, потому что печки-то у него не было в машине. Эти первые, что аэродромы обслуживали. То есть то время для меня трогательное. И вот что удается, и с того времени выхватить, и как-то или в литературной форме, или в какой-то другой форме. Но литературно, конечно, это громко сказано. Я просто пишу школьное сочинение. Хрящ, хрящ, хрящ. Каблуки их сапог размеренно и синхронно громыхали по асфальту. Казалось, вся округа и немногочисленные прохожие замерли, глядя на ход офицеров. Даже около своей машины сотрудники ГАИ, отдавая честь, вытянулись по стойке смирно. На затылке у каждого из нас словно начинал добиться загривок. Пробуждая какие-то первобытные сакральные чувства. И вот на пути Сорокалетова и его помощника встала лужа. Она была неглубокая, 3-5 сантиметров. Понимая блестящий, почти парадный вид офицеров, было ощущение, что они слегка обойдут ее. Но полковник Сорокалетов и его спутник рубили напрямую. Под ударами их сапог вода взметалась фонтанами, и мирядами алмазных искр разметалась в стороны, каплями липла на полы шинелей. Слегка вырубавшись, Вяткин Серега довольно громко прошептал, с командой кто, ей на штыки пойдем. Ну, скажет читатель, сплел воедино какую-то лужу и прощание славянки, патриотизм, самоотречение. Согласен, что пример может быть не совсем такой высокой пробы. Но, тем не менее, рубящие строевым шагом через пресловутую лужу старшие офицеры демонстрировали собой честь, достоинство советской армии. Самопожертвование русского духа ради достижения благородной цели. Представляется очевидным, что в такие и подобные моменты подсознательно приходит понимание истинного содержания названных терминов. Не их определение, как патриотизм, это преданность и любовь к своему Отечеству, а внутри человеческое, первородное. Именно то состояние откровения русской души, когда уходит на задний план вопросы бытия, бренности всего земного, когда для нее уже нет ни командиров, ни родственников, и никаких благ с цивилизацией. Даже личностное «я» остается за спиной. Такой миг летчик идет на таран вражеского самолета, молодой парень закрывает собой пулеметную амбразуру, солдат поднимается в штоковую атаку. У меня дома перед компьютером на стене висит фотография младшего политрука Алексея Гордеевича Ременко, но все ее знают под наименованием «Комбат». И вот в плане благодарности к нему, к тысячам таких же политруков, что они нам дали возможность всем этим заниматься, что мы теперь можем писать, искать, то есть делать какие-то позиции, вообще жить, счастливо жить под этим небом, пить нашу чистую. В наших регионах, еще в районе Витима, во всех реках можно воду свободно пить. У современного художника из Ялты картина, типа как вселенная раскрылась на две половинки, вот это светлая полоса, типа Млечного пути, а на айфоне контур мальчика. И вот я пытаюсь этому десятилетнему мальчику Миши Амузинскому из 1972 года рассказать о добре и зле, о достойных людях, о трудовых подвигах, о красивой нашей природе, чтобы он сделал меньше ошибок в жизни, чтобы те, кто прочитает, возможно, эти страницы, поняли, что Витима – это все-таки трудовой поселок, что красивый поселок, добрый поселок, и отнеслись к нему соответственно. Таблицу Менделеева же многие помнят. Три элемента там были не названы, они были определены, но названия не имели, а мы их так назвали – Виктор Иванович Тутов. Его фотонаследие, которое он много-много лет снимал, попытался собрать воедино все эти выпуски, что удалось. Витим не безбедный, не голодранец, он трудовой поселок. Что вот эти площадки были с участием витимских рабочих, что сейчас используют Транснефть и Газпромы и прочее-прочее. То есть это уже, как многие считают, что прибыли на Голый берег. Нет, уже здесь жили, уже работали магазины, работали больницы, работала школа, уже была инфраструктура, уже были дороги плохие, но они были. И вот в этом альбоме, наборе открыток, что я к юбилею попытался выпустить, как раз тут одна из улиц, изобилие бочек, потому что вода была привозная водоводсками, лужи на дороге, мотоциклист, то есть недавнее забытое прошлое. Ваши фотографии? Да, большим удачей считаю, что сделал в свое время такую фотографию наших двух витимских стариков, уроженца Витима, кто 70, кто 60 лет встречали этот ледоход. Это соседи, между ними 100 метров примерно, собирались на эту лавочку, смотрели, там что-то свое старческое разговаривали. И вот вторая фотография, это вот наш мемориальный комплекс, что алмазники нам подарили. Ну, как раз вот в память о тех 407 мужиков, что ушли на фронт. Поэтому есть кем гордиться. Ведь им надеюсь, что он живет не последние дни, потому что худо-бедно и сами жители, как-то уже сознание начинает реанимироваться. По-иному относится район, кто уже начинает вкладывать деньги. Республика. Потому что вот, например, благодаря, в принципе, интенсивной работе музея, что они в прошлом году, в преддверии юбилея, провели большую фотовыставку. В частности, мои там использовали. Очень много в архиве нашли. И все вот эти мои предметы быта, жизни, что у меня накопились за эти годы, это все экспонировалось в год. И в условиях коронавируса 5000 человек побывало. И это хорошо, что уже люди узнали, что есть ведь им, что он живет, жил и будет жить. То, что пенда пришел, он же пришел не на голую землю. Здесь же уже народ сахата жил, потому что существовали уже эти урочища и Чаэнда, и пути существовали. Просто что пенда, или кто после него пришел, они это ассимилировали в плане исашного зимовья, для исашного сбора, сбору, как они писали. То есть с Витима приходили тунгусы, с Лены приходили тоже какие-то племена саха. А здесь по реке Чууя тоже ходили тунгусы. То есть это было пересечение, и волей-неволей Витим образовался. То, что я занимаюсь сбором истории, это не профильное занятие. Просто в 90-е годы на моей судьбе отразились таким образом, что идеология не стала моим основным направлением. И получилось, что немножко, вот пишу сочинение, немножко своими руками делаю поделки. Из подручных материалов, и с помощью таких же простых жителей Витима, для того, чтобы на улице появился какой-то необычный предмет, как, например, нынешняя избушка, или там памятный предмет, что Лена и Витим сошлись воедино, и дальше пошли на север. Также и молодые семьи, что вот они объединились, и пусть будут до скончания своих дней вместе. В прошлом году при помощи главы администрации района вот эту и некоторые другие книги школьникам юбилейного года Витима подарил в надежде на то, что кто-то из них продолжит, пойдет вглубь истории. При всех, так сказать, минусах Витим все-таки еще достойно выглядит. Это не просто, что там каменная школа или детский сад, это то, что все-таки и в Витиме молодые семьи строятся. В Витиме еще есть кого в детский сад водить. То есть Витим не умер, он еще все-таки воспрянет и будет, как сказать, может быть, не будет не сильно таким большим, но обстоятельным и долгосрочным. Ну, дай Бог, мы очень надеемся. Вот я бы пожелал всему Витиму в какой-то мере вернуться в 70-е советское прошлое, когда жизнь бурлила ключом. В те времена люди горели работой. Вот я вам говорю, что перед лесовозом падали на колени, потому что потом на день лесника вымпел вручая, что бригада, Кармадонова, победитель соцсоревнования. И вот они не один, несколько человек рассказывали, и вовсе получает такая картина, что ночью он ворочается, ворочается, жена недовольна, что ты там скрипишь, половицами ходишь, спать не даешь. А я не могу дождаться утра, чтобы поехать в лес эти елки валить, потому что его распирала гордость, когда он шел получать этот самый вымпел. Перед лесовозом они падали, чтобы кубы дополнили, что дайте нам работу. И они работы не боялись. Они работали, и работали на совесть. Казанцев бригадир был такой. Отработают половину рабочего дня на обед, собираются, и он трилевочник, машиниста-трилевочника отчитывает. Мироныч, ты там что, эту лесину оставил? Они же четко представляют, где что лежит. Александр, да что там Чапыжина, что там с нее брать-то? Чапыжина, хорошо, согласен. Огребщик огребал? Огребал. Вальщик валил? Толкач толкал. Сучкорупу ее обработал. Чапыжина? Все, тащит. Например, контролировали свою бригаду, заглушит бензопилу, слушает, так работает пила, та работает, все нормально. Если она не работает, ну, может быть, там, цепь меняет, может, бензин доливает. Если второй раз уже не работает, вот тут уже скандал. Кармадонов Алексей Накеневич, вообще, был такой уникальный, для Викима человек. Я когда про него написал, мне потом внучка пишет, что он уже обыкновенный работяга, мужик. Но он был таким, он не стеснялся, и он этим был прекрасен, потому что он и бригаду заставлял работать, как с трудовой злостью, и сам так работал. Да коль вы мне норму не выполните, да то ли я вам наряды не закрою. То есть вот они были открыты, они горели работой. К тому, чтобы ведь ими нынешняя молодежь загорелась таким задором. Четыре клуба работало в поселке. Четыре клуба, четыре кинотеатра. То есть вот этот задор, чтобы у нас у всех появился. Получилось, наверное, как со старателями, мы получили нефтяной удар, и мы вроде как, вот мы теперь, а что тут? Туда можно поехать, сюда поехать. А то, что Родина-то здесь, и с ней нужно как-то жить, помочь ей дальше этой Родине. То есть своими руками. Не просто там эти налоги заплатить от предприятия, а вот именно огоньком. Огоньком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова А.Егорова